рамазан бой смейлов минеев 18 июля понимая об этом можно уже говорить официально когда вы начнете подготовку подготовку на ну как мухаммада закончится после операционный реабилитационный период мы сразу приступим пока еще упражнение есть кое-какие тут небольшое время еще понадобится нам чтобы подготовить его нога была полностью работоспособный и числа 10 12 мая уже планирую под полноценно начать подготовку как раз у нас и останется два месяца и 10 дней примерно это достаточно думаю будет вот как раз да магомет недавно давал интерес в грозном и говорил что после поездки куда на автомобиле у него чуть заболела колено то есть насколько он сейчас условно готов приступить этот тренировкам завершающая стадии реабилитации ну 10 12 числа мая уже у нас опыт имеется такой перед боем со шлеменко тоже была операция тоже также примерно столько же времени понадобилось чтобы приступить к тренировкам к общему к общим нагрузкам поэтому с учетом предыдущего поединка мы берем и исходим из этого думаю все получится нормально будет 12 числа начнем если она не будет давать полноценность мере работ значит будет более маленькие нагрузки потихоньку через неделю-две уже соответственно сильнее нагрузки уже будем исходить из колена до работать мага много раз говорил что его зацепило поражение оттоково он долго не мог от него отойти а сильно ли его зацепило поражение просто боюсь менее часто ли обсуждали от потенциальный диван ну любом спортсмену поражение тяжело даются мы это знаем любому спортсмену вообще-то у нас планах даже независимо выиграем и не проиграем вашему выигрывать планировали планировали завершить карьеру после этого поединка на хорошей ноте если даже мы выиграли вот стучись и чисто кое чтобы выиграли мы думали уже может быть даже речь шла о завершении карьеры с поясом как бы так на хорошей ноте а это поражение как бы не дал нам по получается это поражение не дала нам завершить карьеру то есть мухаммаду не не получилось завершить и дальше продолжить предложение бои там и вот так по накатанной да до сих пор вот держится а так скажем так скажем честно понимаете два если бы все три раунда она зацепила еще больше и сильнее все три раунда доминирующей манере володя избивал бы мухаммада бил бы то уже да конечно она психологически сломался бы а человека человек смотри свой поединок видишь он два раунда доминирует выигрывать бой до третьем раунде проигрывает но если у него выиграны раунды уже она как-то легче переносится понимаете человеку не легче психологическому видит он и знает что у него есть оружие чтобы выигрывать есть чем брать так что будем в предстоящем поединку уже зная опыт двух исходя из опыта двух прошедших боев будем брать лучше и навязывается могу говорю что именно он был инициатором третьего боя с минеевым и что переговоры начали чуть не 8 месяцев назад а помните когда впервые в разговоре с вами лапса поднялась тема почему бы не провести третий восемь дней у кого мне стал за 8 и более не нужно чем-то осады его я москва сады его двигается писам пусть он сам двигается сам двигается летом ведь я хочу меня на сидит вот здесь голове я бы не смотри а так я 20 ям власть этот человек сам двигается сам выступает и своей дороге идем свои получилось получилось могу я не могу я хочу хочу играть а ну давайте хочешь газы и вот вот что-то вроде что-то нарисовывается сейчас у нас так еще вопрос про подготовку а вы поедете именно к боксерам готовиться к этому бою именно такой лагерь был где профессиональные боксеры профессиональные спортсмены по боксу какие-нибудь мастера спорта у нас планах есть за планах моей было бы сейчас неправильно преддверие поединка раскрывать все карты где мы собираемся в общем будут боксеры конечно планируем а как она пойдет уже видно будет по ходу планируем конечно испарь и спаррингом подключать боксеров у нас будет испарь партнеры сильные боксеры и а в общем подготовка в общем по той же схеме по которой мы работаем только меньше борьбы имеется уже будет больше бокса примерно такая же подготовка как дурадолы более дурадолы у нас прям идеальная подготовка была прям и боксера подключаем спаррингом и были спарринг партнеры ковалева у нас в нашем лагере прям боксировал да да даже сами спарринги не легче давали чем сам бой так скажем честно сами спарринги были более такие тяжелые да сам поединок прошел на изи по сравнению со спаррингом поэтому конечно планируем да я думаю без этого никак таких же высокорослых более длинными конечностями но которые на голову лучше чем сам володя до боксирует для того чтобы уже сами володе было легче нам бою поединке кстати по поводу спарринг партнеров и вообще не у вас не вызывает беспокойство что принципе же никто не видел как не именно боксирует потому что он занимался боксом и выступал когда был совсем молодым спортсменом после этого майки поэтому наоборот насто не беспокоит то что у него давно уже нету жилки боксерской давно он не боксировал даже если он взяла боксирует на ринге боксировать при публике совсем другое ящий я например оцениваю минию как чем боксера больше каких боксера цели моя оценка я не вижу меня тех боксерских качеств которые ему приписывает там там камил гаджи приписывает его там супер боксером я не вижу в нем я вижу в нем такого среднего хорошего кикбоксера такого среднего ну чуть выше среднего класса уровня чуть чуть выше прям прям я не даю ему оценку прям супер кикбоксера даже даже не дам оценку именно в нынешней форме не дам может быть более молодые года он и был да вот именно вот час с учетом последних боев у меня середину средний боец среднего уровня да так скажем ну мы знаем свете чего у него там нет сейчас не может полноценно тренироваться что это уже наверное набрал весе до тяжело подготовить поединку полноценно да может поэтому у него спад такой я когда написал вам что минеев сказал про бои магии штыркова что мне было бокса вы отреагировали смеющимся смайликом ну если смотреть если володя оценивает выступление мухаммада сравнивать со своими выступлениями через призму своих выступлений то он себе очень сильный если он считает что у него прямо там такая супер техника была боя где у него мысль техника где он там показал наивысший пилота что он очень очень себе лисит и это так скажем неправильно не объективная оценка его высказывает не объективная оценка но если он это оценивает как зритель как болельщик не как спортсмен который свои бои оценивать с мухаммада боями а как зритель как спорт как зритель как болельщик который оценивает через призму боев мухаммада ли рот джонса лучших боев там современность туда его высказывали имеет место быть да так на посреди с ними да это можно сказать я могу поддержать его словно если он оценивает это по сравнению со своими выступлениями которые вам показывают в ринге то на фоне его на фоне самого володи последний бои мага выглядит как маэстро знаете так что это надо спрашивать как как оценка как он дал оценку с какими соображениями если как любитель фанат бокса конечно я согласен с ним я тоже могу сказать я мы мы не претендуем на лавры мировые лавры мы не претендуем за там свой джонсон там к не конкурируем мы там с мухаммада ли с таким величайшим боксером мэнни пакиял и даже за вылечащим боксером современности бипол бетербеев мы именно там где мы есть мы на уровне вот уровне до бойцы бойцы мм а даже вот володя тоже боится мм а да как бы уже последнее время как позиционирует да так есть есть на фоне его то мухаммад показал высокий класс высокий уровень была была видна динамика в его боях его поединках последних динамика видно было было видно заготовки комбинации мы видели работа по этажам было володи же был медленный я же говорю это вообще небо и земля если если брать выступление сравнивать мухаммада и того же имени и володи так что думаю думаю нужно узнать как оценку давал с какой с какой с какой точки зрения он давал оценку вот этот вопрос главный меняю говорит что ему для подготовки нужно около четырех недель а у вас нет ощущения что он принц могу недооценивать почему я считаю посмотри вот есть ческать он правильно говорит он что может действующего есть каком плане уже бой провел с духом недавно потом еще чуть-чуть ранее провел со штырком бой уже на ходу набирает оборот тренируется как как я понимаю и зачем учат от боя значит он после боя с духом не планирует отдыхать и дальше планирует работать правильно это обычно как берут два два с половиной месяца когда люди когда после боя у него там будет неделя две отдыха отдыхают там за тайланд поедет сочи до семье внимание уделяет на человек наш работает дальше до имеется ну это это хорошо что он уверен свои силы так я я бы рады мы хотим побить такую версию минеева который володя мне его который верит свои силы нам нужно такое володя менее который мотивированный который хочет доказать что и в ринге тоже выиграет боксерском плане а мы хотим показать что бокса не его ему сказать и бокс не твое твое кикбоксинг вот так скажем до хорошем смысле слова посмотрим а если всевышний позиции все сложится так как мы хотим наилучшем варианте то я думаю зрители может ждать еще и реванш по мма так что я думаю любители мма должны переживать и болеть за мхаммада за победу его ну кто болельщики мхаммада кто хочет и кто хочет увидеть трилогию да так скажем на это уже будет четвертый бой нет именно в мма трилогия потом сейчас выигрывать мхаммад трилогию четвертый бой потом 5 будет тоже можно организовать нет самое больше количество боев же было у кого были там по 6 7 либо по 6 7 встреч у боксеров были были такие большие если если зритель это интересно почему бы и нет хотя там ноги хейтеры пишут хейтеры пишет да кому это интересно нам не нужно это ну я думаю это пишет те люди которые боятся поражение володи которые не хотят которые хотят чтобы тот же так же как я не хотел хабиб проводил например хабиб нурмагомед проводил еще бои потому что я хотел чтобы у него нолик сохранился все равно дагестане земляк да ну как-то вот внутри все равно есть чувство своего родного хочется чтобы он больше не хотелось бы он дрался я хотел чтобы столиком остался вот так вот так же эти ребята не хотят сейчас давать шанс маги они понимают что мхаммада есть все для того чтобы выиграть свидетельство тому даже тот второй поединок где он проиграл первые два раунда даже это показатель того что у мхаммада есть оружие может брать скорость быстрота ну посмотрим как говорится ринг покажет вот перед вторым боем маги не было несколько стычек они до сих пор друг друга раздражают или вот как на ваш взгляд или это просто такие ну по инерции подколы в адрес друг друга нет такой прямо между ними супер вражды супер все равно на анта уважает на друг друга как спортсмен и уже в ринге они провели очень много времени друг на против друга да все равно после того как боец сразится у него появляется уважение как спортсмену да а уже личные качества подколки что-то тот у кого-то у кого-то уже другая история она может не заканчиваться но как спортсмен они уважают как я вижу так конечно это внутри где-то сидит там у каждого человека да может мухаммада где-то незакрытый момент если опять поднимать тему не хочу опять поднимание почитал то что был это опять же долгий разговор в общем наверное что-то где-то какие-то недовольства есть исходя из предыдущих встречек их нежда между друг другом ну в большей своей степени уже нет такой ненависти до агрессии нету уже они большей степени просто как спортсмены можете раскачка бояная я не интересовался вижу володя говорит его адрес ну час к битвину не сказал и мухаммад его адрес сейчас корреком не сказал чуть-чуть может может что-то сказал напомните я может пропустим мужей ну меняем сказал что магии он видишь какие-то проблемы с психикой мага сказал что меня можно назвать работодателем менее ну конечно маги мини в голове он хочет реабилитироваться больше реваншироваться понимаете он даже не говорю я хочу с ним боя гра сада его угод нет я хочу с ним бой большей степени мухаммад наверно прав он есть данный момент работодатель но и мини тоже свою работу делать этом бою честно сказать они вот самый интересный бой нами на например вот мухаммада среди всех поединков это мне как кажется по моему ощущению это например минеев исмаилов вот здесь мне скажи какой из поединков ты хочешь посмотреть я бы вот это хотел вот так же наверное большинство зрителей просто они друг другу подходят мне кажется дальнейшем можно видеть фильмы сняться вместе там еще какие-то проекты что-то где-то я не знаю они вот друг друга за дополняет самое интересное противостояние даже моим то что я вижу это ленивис моего я думаю да например даже чем столько у меня интереснее было бы еще один боях не посмотреть стоковом и стоковом тоже интересное противостояние тем более лига эсей ну что хорошо под руководством камила гаджиева он умеет раскручивать бои камил гаджи умеет страсти накалить здесь сказать это сам он тоже он тоже на стороне минеева камил гаджиев да он постоянно могу хейтить в каком плане он даже вот полу мертвого александра емельянника где уже его там ершов побил по боксу там что-то хотели с моим он бой по боксу за что-то полу мертвый даже он там говорил емельянника из моего побед по боксу просто у него уже настроек в голове что из моего должен все проиграть это его позиция такая хоть он сам внутри не верит этому но он говорит так такая ситуация последний вопрос вы говорили что мага хотел закончить карьеру после прошлого боя сменею мне сказал что он уже будет скоро завершать когда вы поймете что мага все уже сделал единоборство и в принципе все мага отойдет уже когда пойму это будет видно после поединка например не вот если вот сейчас мы увидим что мухаммад хорошо справляется со задачами и выиграем и выиграем за поединок и он справляет чувствует себя в тонусе хорошо почему бы не продолжить дальше если увидим уже у мухаммада это видно бывает по бою мы увидим все боюсь и бой все покажет как говорится соперник скажет когда пора ему заканчивать мухаммада соперника скажет и все нам пора ли нам заканчивать или нет чуть-чуть вернусь к этому вопросу значит высказывать друг друга любом случае они сейчас на репосте всех тех всех потасовок которые у них были они наверно что володя что мой мухаммад наверно они выстроили свои головы говори границы там действий высказывание в отношении друг друга за которую они не будут переходить и это правильно а все остальное что внутри эти границы раскрутка боя это это хорошо для индустрии и для для самих спортсменов и для зрителей так скажем подогревает интерес боя